В Могилёвской области около 20% учреждений образования получили паспорта готовности. Специальные комиссии обращают пристальное внимание на качество проведённых ремонтных работ, условия безопасного пребывания детей. Также оценивают организацию пропускного режима, соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, работу пищеблоков, освещение и целостность ограждений. В Бобруйске провели встречу для молодых специалистов, прибывших на работу в систему здравоохранения. В этом году приехали 85 человек, из них 27 врачей, 58 младших медработников. Парни и девушки получили развернутые ответы на все вопросы. В городе создаются условия и для плодотворной работы, и для комфортного проживания. Плановые отключения продолжаются в Бобруйске. С 12 по 24 августа горячая вода исчезнет по улицам Минской, Октябрьской, Гоголя, проспекту Георгиевскому и прилегающих к ним. Временное неудобство связано с проведением планового ремонта теплотрасс БТС. С полным графиком можно ознакомиться на сайте госполкома или на boberlife.by. В преддверии нового отопительного сезона работники МЧС Могилёвской области усилили профилактическую работу в жилом фонде. Особо пристальное внимание уделяется жителям частных домовладений. Регулярный мониторинг направлен на изучение состояния топительного оборудования, наличие в доме автономного пожарного извещателя. Поваленный ураганом лес будет переработан. Перед работниками хозяйств стоит серьёзная задача – в кратчайшие сроки разработать участки и сохранить технические качества древесины. Весь объём будет использован в промышленном производстве. Сейчас усилия направлены на оперативность, чтобы предотвратить порчу сырья из-за дождей и жары.